На выставке представлены монументальные, графические и живописные работы автора. Утрированные цирковые эмоции зафиксированы в серии «Клоунада». Есть у художника и абстрактные работы, обобщенные под названием «Нефигуративная». Это эксперименты с цветовыми пятнами, не связанными сюжетными параллелями. Самое долгое из этих серий – собаки и их люди. Собака – она достаточно сложный персонаж, с одной стороны. А с другой стороны, у нее есть одно замечательное качество. Она, в отличие от хозяина, не умеет делать вид, что она кто-то. Вот она. Идет такой хозяин, на нем маска надета, такая он. А рядом вот что-то такое недоразумение, семенит дурацкое. И, в общем, продает его, потому что оно же – его зеркало. Вот. Это ужасно интересно. Своих героев художник видит сразу. Это происходит автоматически. Перед ним тут же вырисовывается картинка, которую он фиксирует. На одну зарисовку у него уходит от 15 секунд до одной минуты. Цвет, эстетика, пятно и дизайн – это то, что сразу привлекло внимание сотрудников галереи. И то, что послужило вдохновением на создание масштабной экспозиции. У него линия, цвет и пятно, и идеально это все вписано в одно пространство холста, в общую композицию. И получается цельно, красиво, и даже можно не понимать абстрактное искусство и не разбираться в нем. Но вот эту красоту и вот то, что у нас бывает у зрителя с произведением искусства, вот это соприкосновение, оно абсолютно у каждого зрителя найдется. Автор считает излишним объяснять происходящее на своих полотнах. Хорошо сделанной работой в комментарии не нуждается. Важны эмоции, которые она у зрителя вызвала, а не авторская интерпретация сделанного. Я никогда не был на выставке, которая посвящена именно сюрреализму и абстрактному искусству. В принципе, да, мне очень нравятся собаки здесь. Вот это вот прям очень интересная картина, потому что в них можно посмотреть и смотреть, и задумываться о чем-то таком глубоком, рассматривать вот эти вот все мазки и сочетание оттенков цветов, очень красивые. До глубины души трогают картины, знаете, даже как-то сложно словами описать, это чувство именно. То есть прям касается твоей души, что ли, все эти мазки интересные. Я даже задумываюсь, вот сидел художник в своей мастерской и вот так вот кисточкой проводил. Это все очень захватывающе. Когда смотришь на картину, особенно если она абстрактная, начинаешь задумываться, вот какие эмоции он мог испытывать в этот момент. То есть на некоторых картинах ты даже об этом не думаешь, ты это просто прочувствуешь. Как признается Алексей Якименко, в живописи он дольше думает, чем пишет. Для него картина должна сложиться. Идет работа с эскизами фоновым цветом. Это непрекращающийся мыслительный процесс. И только потом, когда ребус решен, пишется картина. Выставка располагает к размышлениям и ассоциациям, которые каждый для себя выстроит сам. Елена Хромова, Михаил Мальцев, Наталья Демина. Область новостей.